Одно из тех произведений, которые хочется перечитывать. «Мастер и Маргарита» – бессмертное творение по-новому воплотилось в постановке театра «Старый Арбат». Со спектаклем «В город воинской славы» приехали знаменитые гости. В роли Воланда – эксцентричный Виктор Логинов. Аннушка! Аннушка! Аннушка уже купила подсолнечное масло. Более того, она даже его развила. Поэтому заседание не состоится. Вот! Для актёров театра высшим уровнем профессионализма считается участие в постановках по произведениям известных писателей. Переплетение драмы и комедии – волнующие и неразрешимые проблемы, актуальные во все времена. Наверное, поэтому «Мастер и Маргарита» – излюбленная база для режиссёров-постановщиков. Свою вариацию на бессмертный роман представили актёры столичного театра. Роль самого Воланда исполнил энергичный и яркий Виктор Логинов. Артист уверен, ритм спектаклю задают все его участники. И хоть финал произведения известен, исход каждого выступления оригинален и непредсказуем. Чем спектакль отличается от кино? Потому что если говорят, что кино – это плевок вечности, а вот, уже ничего невозможно исправить, то спектакль, каждый спектакль, зависит от того, в каком состоянии проснулся каждый из участников этого действия. Это и актёры на сцене, и технари в технических будках, Светун, Олег там наш, который отвечает за звук, и каждый зритель, который приходит на этот спектакль. Мы все вместе создаём ауру спектакля. Если у кого-то что-то не заладилось в жизни, он будет, да, атмосфера, он будет раздражаться, будет отвлекаться, и всё начнёт сыпаться. Один актёр в постановке играет до пяти персонажей. Черта присущая театру «Старый Арбат». Что касается самого спектакля, артисты между собой не то шутят, не то действительно побаиваются. Даст ли сегодня Булгаков разрешение отыграть роль до конца? Вообще это принцип этого театра, вот такой как бы крытысковый. Ну, как видите, сегодня Михаил Афанасьевич был к нам благосклонен, но не всегда. Вырубался свет, происходили катаклизмы, но тем не менее, это нормально, это как бы нормальная булгаковская чертовщина. Но волноваться на сей раз не о чем. Судя по эмоциям зрителей, всё сложилось наилучшим образом. Эмоции от смеха до слёз, градация такая вообще прям просто огромные-огромные эмоции, конечно. У нас это такие спектакли не часто в таком формате, но, конечно, классно. Смотрится на одном дыхании. Очень подняли настроение в конце рабочего дня. Мы восхищены. Игра асов театрального искусства для тех, кто только собирается покорить сцену, это определённая школа. Мне очень интересно посмотреть на игру популярных артистов, не выезжая за границы своего города. Некоторые из артистов Старого Арбата уже бывали в Полярном. А тот факт, что театр Северного флота рождён именно в этом городе, многих из них впечатляет. Но все, как один заявляют, вернёмся ещё с новыми постановками и непременно возвращаются.